Всем привет! Продолжаем смотреть работы художников. Сегодня у нас Фредерик Чайльд Гассер. Американский художник и импрессионист. Один из самых ярких представителей американского импрессионизма. Я пользуюсь википедией. Уже в юности Гассом был увлеченным рисовальщиком и акварелистом. В 1877 году бросил школу. Первое время работал ксилографом, делая графические иллюстрации для таких журналов, как Century Magazine, Harper's Weekly, ну и так далее. В 1878 году начал посещать вечерние курсы при Бостонском художественном клубе и институте Луэлла. В этот период написал свои первые пейзажи в натуралистическом стиле. В основном это виды Бостона и его окрестности. В 1882 году состоялась первая персональная выставка, на которой он впервые продавал свои работы. В 1883 впервые выехал в Европу, посетил Италию, Францию, Голландию, Англию, Испанию. Большое влияние на него оказали акварели Тернера. После возвращения на родину в 1884 году выставил в Бостоне 67 сделанных им в Европе акварели. Женился на Кэтрин Моттаун. Через некоторое время опять уехал в Париж, где прожил три года. Учился в Академии Жулиано. В это время источником его доходов являлись иллюстрирования в Бостоне книг, а также продажи картин на американских аукционах. Впервые выставил свое полотно в Парижском салоне в 1887 году. Принимал участие во всемирной выставке 1889 года, на которой завоевал бронзовую медаль. Уехал в Нью-Йорк. В 1909 году Нью-Йоркский Метрополитен Мюзей купил одну из его картин. Вступил в Американское общество художников и совместном с Джоном Твахтманом и Джулианом Вейером создал группу 10 американских художников и так называемая десятка. Так называлась эта группа. Она становится ведущим представителем американского импрессионизма. Большим успехом пользовались его городские пейзажи Вашингтон-сквер, Пятая авеню, Глочестер и Драги. Ну и так далее. Совершил несколько поездок по США и Европе. В 1916 начал серию картины со изображениями флагов различных стран, в которых он пропагандировал вступление США в Первую мировую войну. Более всего Гассом известен публике картины «Авеню в дождь» из серии «Флаги», которая была приобретена в постоянную коллекцию Белого дома администрации президента Кеннеди. Кстати, именно эта картина была выбрана Бараком Обамом для украшения овального кабинета при вступлении на пост президента. Надо сказать, что Гассом никогда не бедствовал. У него было много выставок, он хорошо продавался. В 1906 году был избран академиком Национальной академии дизайна. В 1919-м поселился в Уист-Гемптон на Лонг-Кайленде, Нью-Йорке, где и прожил всю оставшуюся жизнь. Умер 27 августа 1935 года в возрасте 75 лет. Ну вот так вкратце о художнике Фредерите Чарль Гассом. Американский художник, импрессионист, один из самых ярких представителей американского импрессионизма. Все, всем пока, всем привет, смотрим работы. Пока-пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok